Барагон Барагон не следует путать с Барагоном из селены Гомеры. Гигантская рептилия, похожая на Центрозавра и Цератозавра, с большими перепончатыми ушами. Спина покрыта многочисленными пластинами багрового цвета, морду украшает золотистый рог. С большой скоростью роет подземные ходы. Был создан как замена Годзиллы для битвы с Франкенштейном и после этого появлялся еще в двух фильмах как «Союзник» и «Враг Годзиллы». При сражении кусает врага и пытается неожиданно напасть из-под земли. В своем первом фильме я обладал способностью извергать из пасти красный тепловой луч, который впрочем не наносил такого урона как луч Годзиллы. В Миллениуме Барагон более подвижное и быстрое существо, напрыгивающее на врага. Знаменитая схватка с Годзиллой с печальным исходом для Барагона состоялась в фильме «Годзилла. Мотра Кингидора. Монстр атакуют». Здесь Барагон является хранителем земной стихии. Размеры. Длина 40 метров в период Сева, 35 метров в период Миллениум. Рост 25 метров в период Сева, 30 метров в период Миллениум. Вес 250 тонн в период Сева, 10 тысяч тонн в период Миллениум. В обоих появлениях Барагона в эпохе Сева, его рев был слегка изменен и версия рева Варана. Единственное отличие состоит в том, что в версию Барагона было добавлено немного больше рычания. Некоторые части рева исходят от голоса Годзилл. В эпохе Миллениум рев Барагона полностью изменился. Это уже был не модифицированный рев Варана, а оригинальный новый звук. Он состоял из рычания леопарда, шипения крокодила, некоторых звуков слона, а также рев тираннозавра Рекса. Фильмы. Период Сева. Франкенштейн против Барагона 1965 года, он же Франкенштейн завоевывает мир. И уничтожит всех монстров 1968 года, он же Годзилла Парад Монстров. Период Миллениум. Годзилла Мотро Кингидора Монстры Атакуют 2001 год Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании и ждите выхода новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok